Всем огромный привет! Рада всех видеть на канале! Заканчивается декабрь месяц и в целом весь 2021 год, поэтому пришло время показать вам пустые баночки. Будет очень много пустышек парфюмерных и туалетных вод. Я раскрою секрет, как я это все закончила в 2021 году. Ну и по традиции хочется начать с ухода. Я не буду долго на нем останавливаться, дам лишь только свои отзывы. О парфюмерии мы поговорим достаточно долго. Закончилось у меня вот такое вот средство. Это гель для душа My Kiwi Kiss. Я, наслушавшись отзывов, не приобрела этот гель в запас, потому что столько негатива было вылито именно на этот гель. Говорили, что он химозный, что он ужасный. Возможно, есть химозные ноты, но этот гель прекрасно раскрывается в горячей воде. Мне прям очень-очень сильно понравилось. И, к сожалению, вот он у меня закончился, и я не взяла ничего в запас. Поэтому иногда нужно прислушиваться к себе и приобретать то, что вам зашло, и то, что нравится, и не слушать никого. Следующий продукт – это также гель для душа от компании Reflame. Молоко и мед. Это специфическая душка, специфический аромат, но качество геля просто превосходное. Рука не всегда к нему тянулась, потому что вот эта вот нагнетающая нота меда, она прям конкретно раздражала. Но в целом, конечно, как ухаживающее средство, это просто прелесть продукт. Далее. Шампунь. Мой любимый. И вообще вся серия Naturals, она меня поразила. А вернее, Love Naturals. Любой шампунь из этой серии, кремовый, либо прозрачный, либо два в одном, они просто творят чудеса на моей голове. Я могу помыть этим шампунем и не использовать никакой кондиционер. Потом нанести сыворотку на кончики, и волосы, они 2-3 дня, они выглядят просто превосходно. Они не пушатся, они не электризуются. Я не знаю. С моими волосами этот шампунь творит чудеса. Это бюджетная линейка. Кто не пробовал, попробуйте. Возможно, вам он понравится, и вы будете ему преданы. Далее. Для волос у меня закончился еще один чудо-продукт от компании Reflame. Это вот такая вот натуральная серия. Здесь органические компоненты. Я не буду коверкать. Вы поняли, что это за серия. Это маска для волос. Она потрясающая. Мне ее хватило, наверное, месяцев на 6. Я ею пользовалась каждую неделю. Наносила буквально горошинку. Могла смешать с каким-нибудь таким простеньким кондиционером. И тогда восстанавливались волосы просто на ура. Если мне хотелось вообще прям конкретно напитать волосы, то я его наносила как отдельное средство. Рекомендую. Очень классное. Далее. Закончился у меня вот такой вот бальзам от Сьоз. Он мне совершенно не понравился. Приходил в глэмбэги. И это не очень такое сильное средство, которое может как-то волосы привести в порядок. Он работал не после всех шампуней. Ему нужно было что-то такое силиконистое. Тогда он уже как в дополнение был неплох. Если волосы я очищала каким-то качественным шампунем, то он не справлялся. Он не напитывал. Он оставлял мочалку на голове. Поэтому рекомендовать не буду. И, соответственно, приобретать себе такой не буду. Вот такое вот средство всем известное. Это средство для интимной гигиены. По-моему, Салоэ Вера. Да, этот продукт, он хороший. Он универсальный. Он рабочая лошадка. Никакой аллергии. Никакого дискомфорта. Рекомендую, хвалю и буду приобретать. Мне кажется, эта серия вся хорошая. И там каждый может найти себе то, что подходит именно для него. Дезодорант антиперспирант Miss Giordani очень сильно понравился. Вот шариковые дезодоранты Wariflame. Они лучше, чем шариковые дезодоранты Waven. Они выдают настолько такое прям рациональное количество продукта, что не будет ничего стекать, не будет ничего залипать. Просто нужно дать где-то 120 секунд, чтобы высох этот дезодорант. Просто поднять руки и подождать 2 минуты. Я рекомендую. Защищал на весь день. Никогда меня не подводил. Это у нас линейка именно парфюмерных дезодорантов. И они не перебивали парфюм. То есть они настолько маленькой концентрации. Но дезодорант просто сам по себе потрясающий, несмотря ни на какие отдушки. То есть берите любую, вы не пожалеете. Плавненько переходим к уходу за лицом. И у меня закончилось средство In You от компании Avon. Гель-желет для умывания с экстрактом древесного угля. Подходит и для жирной, и для нормальной кожи. Для сухой лучше не использовать. Это достаточно агрессивный продукт. Он идеально смывает все загрязнения, убирает макияж. Но нужно быть осторожным. Если им часто смывать макияж, то может возникать раздражение вокруг глаз. Поэтому лучше с такими продуктами быть действительно очень-очень осторожными. У меня был любимчик вот такой вот продукт. Это переизданное средство, которое идет с васильком. Это мицеллярная водичка. Она очень лояльна, подходит для чувствительных глаз. Смывает также идеально макияж. Очень нравилось. Единственное, не нравилось объем. Почему-то он идет всего лишь по 100 миллилитров. Раньше, я помню, шли они по 200. Еще одна любимка. Это скраб вот такой вот от компании Арифлейм. Life Naturals. Я не помню, с какой-то ягодой. По-моему, с ежевикой или с чем-то еще. Но это средство, оно очень имело прекрасную такую текстуру. Когда его я наносила на лицо, то вот эти вот скрабирующие частички, они никак не раздражали кожу. Они ее немножко согревали, а потом производилось идеальное очищение. Этот скраб сейчас стоит порядка 200 рублей. Жду на него скидки, чтобы его себе прикупить в запас. Очень тоже понравился. Далее. По уходу за лицом у меня закончились вот такие вот тоники. С родниковой водой и чистотелом. Сейчас у меня кожа к ним привыкла. Раньше у меня тоже какая-то шла реакция. Но сейчас и возле глаз я тонизирую. И все нормально. Поэтому, в принципе, тут уж как. Кому-то подходит, кому-то нет. Средство хорошее. Рабочая тоже лошадка. Стоит бюджетно. Их снимают с производства. В распродажах они уже мелькают, мне кажется, на протяжении года. Так, следующий продукт. И это вот такая вот сыворотка от компании Avon. Девчонки, пользовалась ей. Но какого-то удовольствия я не получила. Вызывала страшную липкость. В принципе, сыворотка неплохая. Но вот эта вот липкость, она меня прям раздражала. Если ее наносить утром, то можно не наносить никакой тональный крем. Сразу же припудриваться и будет эффект маски. Я не знаю, стоит ли пользоваться таким продуктом, который не в милость. И ты его просто не понимаешь. Использовала его, наверное, на протяжении полугода. Несколько раз отставляла. Но потом все-таки он у меня наконец-то кончился. Я повторять не буду. И рекомендовать тоже я такой продукт не буду. По уходу за губами у меня закончился сахарный скраб от Levrano. Neo Care серия. Это непростой сахарный скраб. Он идет с различными маслами. То есть этот скраб реально восстанавливает и очищает губы. Я его рекомендую. Вот такого тюбика хватает на нереально огромный срок. Но где-то на полгода при регулярном использовании. У меня уже такой есть. Я уже пользуюсь новеньким. За руками у меня был в уходе вот такой вот кремушек от Encanto. Тоже проявил себя очень хорошо. Он такой прям был жирненький. Хорошо напитывал ручки. Я почему-то думала, что этот крем будет легкий. По-моему, от Encanto я что-то брала розовенькое. И оно работало не очень качественно. Но вот этот голубенький мне прям понравился. И помимо всяких проектов у меня закончилось средство декоративной косметики. Это консилер серия Power Stay. Самый светлый оттенок. 3 мл. Хватило мне его надолго. Я вытащила дозатор и полностью все использовала. Очень понравился. Не забивался в складки. Не подчеркивал никакие шелушения. Если я его наносила, то он держался как прибитый. Часов прям 6-7. Не было никакой жирности. Иногда, когда мне нужно было выглядеть идеально, я прям наносила его на все лицо. И у меня был настолько шикарный и качественный тон, что это выглядело как вторая кожа. Поэтому рекомендую. Кстати, упаковка очень увесистая. Наверное, это стекло или такой пластик качественный. Но очень-очень сильно понравился. Я даже сама не ожидала, что Waveon может быть такой качественный консилер. Ну, из ухода это все. Давайте будем переходить к пустышкам парфюмерии. Как я уже сказала, их закончилось у меня огромное количество. Вот такой вот спрей. Лесная земляника. Это моя любимка. Я себе периодически их заказываю, потому что здесь настолько яркий и вкусный аромат, который подойдет и на лето, и на зиму. И когда наступает весна, хочется чего-то уже такого ягодного. Вот как раз-таки я всегда имею под рукой такой спрей. Закончился. Не думайте, что я его выбрызгала за декабрь месяц полностью. Это, кстати, секрет того, как я использую парфюмерию. Парфюмерия у меня используется на протяжении многих лет. И я пользуюсь практически всеми ароматами. Есть те, конечно, которые мне не зашли. И они стоят, стоят, стоят. Я потом их или передариваю, или просто куда-то ликвидирую. И вот как раз-таки этим спреем я пользовалась на протяжении всего года. И у меня оставалось совсем немножко. И он у меня закончился в декабре. Вот и весь секрет. Нужно пользоваться всем постоянно. К чему, конечно, тянется рука. Если не тянется, девчонки, убирайте этот парфюмерный продукт. Отдавайте его, либо продавайте. И берите себе взамен что-то то, чем вы будете с удовольствием пользоваться. Далее. Аромат, который идет у меня в аналоге. Вернее, был в аналоге от Parfume de Paris. Это у меня Yellow Diamonds. Я его закончила. Он у меня был, наверное, с полгода в использовании. Может быть, чуть-чуть поменьше. Это также была моя любимка. У меня раньше был аромат от Yellow Diamonds, который обычный, не интенс. В обычном аромате здесь доминирует нота мимозы. Она немножко горьковатая. Но в аналоге такое ощущение, что здесь была только пыльца мимозы, как в аромате именно версии Intense. Сейчас как раз у меня появилась такая версия Intense. И я рада. Я пользовалась, когда Parfume de Paris. Я хотела вот именно что-то такое. И вот версии Intense как раз-таки такой аромат. Здесь нет уже никакой мимозы. Здесь пыльцовость, Нерали, водяная лилия, фрезия. Очень вкусный аромат. Кто ищет что-то комплиментарное, кто не хочет переплачивать деньги, обратите внимание на Parfume de Paris. Стоит очень дешево. Стойкость хорошая. Не хуже, чем у оригинала. Это я вам говорю прямо на все 100%. Следующий аромат, это у меня также Parfume de Paris, Light Blue. Но кто не знает Light Blue. Вообще в оригинале тоже аромат я всегда приобретала и использовала за свою жизнь, наверное, флакончиков 5. В этот раз попробовала в аналоге. Тоже неплохой. Стойкость потрясающая. Свежесть, зеленые нотки и комплименты. Самое главное, девчонки, это комплименты. Вот эти ароматы, их действительно очень любят. Пускай они и узнаваемые, люди их узнают. Но, чтобы не получить комплимент, такого никогда не было. В основном коллеги на работе, либо в магазине спрашивают, что на вас за аромат. Это случайно не Light Blue. Поэтому стоит обратить внимание. И еще один аромат от Parfume de Paris, это Libre. Он меня зацепил. Его я использовала где-то месяца за полтора. Он у меня закончился в начале декабря. Здесь лаванда, ваниль, фужерность. Лаванда уходит в виноградность. Пудра тоже понравилась. Я с удовольствием использовала. Стойкость просто колоссальная, потрясающая. Так, и теперь давайте будем переходить непосредственно к парфюмерии компании Faberlic. На нее я делала особый упор и старалась ее израсходовать за вот этот 2021 год. Чем-то я, конечно, пользовалась и в 2019, и в 2018, и в 2020 году. Не думайте, что все это ушло за 2021 год. Моя любимка Фортуната. Это вишневость, это ваниль, это орехи. Этот аромат мне прекрасно подошел. Я им с удовольствием пользовалась. Действительно, на протяжении многих-многих лет. Это мой второй флакончик. За все время, сколько я вообще приобретала ароматы компании Faberlic. Да, в декабре я уже им допользовалась, хотя здесь еще было немножко, но я понимала, что он может пропасть. Поэтому я не стала его оставлять и ставить в загашник. Следующий аромат, который у меня вызвал бурю просто эмоций, как положительных, так и негативных, это аромат Дезерабль. Сколько же положительных отзывов я услышала, ни одного негативного. И когда я сделала первый затест, я в него влюбилась. Несмотря на то, что мне пришел бракованный флакон, и у меня вот этот вот спрей не распылялся, а прям выдавал такую огромную струю, расход был огромный, но меня это не пугало. Я им пользовалась в запой, израсходовала больше половины флакончика, и тут получился такой прям казус негативный. Этот аромат начал трансформироваться в конкретную накуренность. Не в табачность, а в накуренность. Когда я его наношу на кожу, либо на одежду, то создается ощущение, что я находилась в курилке, и шел такой прям искаженный накуренный шлейф, который вызывал, не побоюсь этого слова, рвотную реакцию. Поэтому я в какой-то момент приостановила его использование. Он у меня постоял, я его пыталась использовать как освежитель воздуха, тоже не зашел, но потом уже в более прохладное время. Я его кое-когда использовала, больше я его приобретать не буду, поэтому рекомендовать тоже не могу. Кто любит именно что-то такое, то вам, скорее всего, это понравится. Кто не любит, то, девчонки, не рискуйте. Еще один аромат, который у меня находился в Project Pen 2021, флакончик у меня был благополучно потерян, здесь уже оставалось на донышке, я его доиспользовала в декабре месяце. Аромат классный, аромат сладкий, аромат мускусный, он такой прям новогодний что ли, очень он мне нравился. Этот флакончик у меня был в использовании на протяжении где-то лет трех, и уже той стойкости, которая была при покупке в первый год, уже не было. Поэтому им можно было буквально обливаться, и где-то минут через 10 он уже не ощущался. Далее, аромат от компании Faberlic, который уже сняли с производства, Bouquet d'Avrore. Это цветочная композиция, очень такая древесная, здесь ощущалось и пряность, и что-то такое в виде пудры, аромат, простенький аромат. Я не скажу, что какой-то прям такой мега крутой, но он был приятный, им действительно можно было облиться. Он тоже не имел колоссальной стойкости, может быть часа полтора-два. Потом я его совсем не ощущала, пользовалась им тоже года три, и вот он наконец-то у меня закончился. Такой аромат я бы больше тоже никогда бы не приобрела, потому что для меня стойкость все-таки играет какую-то роль. Вот что бы я приобрела в компании Faberlic, если бы это продавалось, и если бы я была фанатом фаберликовской парфюмерии, это, конечно же, аромат кокет. Это превосходное, просто сочетание всех аккордов и нот. Розочка здесь идет с кислинкой, она необычная, она красивая, она сочетается и с фруктовыми нотами, она просто такая, найнежнейшая, стойкостью этого аромата великолепная. Я бы его рекомендовала, если бы он продавался, и я бы, конечно, его себе дублила и пользовалась им с удовольствием. Этот аромат, кстати, был очень-очень комплементарный. Еще один аромат из этой же линейки, собрат, называется он шармант. Это уже цветы, это древесность, это зелень. Этим ароматом можно было настолько насладиться и получить от него кайфовое такое прям блаженство. Я пыталась его наносить, когда я шла на работу. Нет, это было не то, потому что эти нотки, они терялись, они не превращались в какой-то шлейф. Но когда я наносила этот аромат на подушку, либо на волосы, ложилась спать, то я его ощущала до утра. Очень-очень нежно, очень красиво, понравился. Такой аромат я бы с удовольствием повторила, если бы он продавался в компании Фаберлик. И еще один аромат, который действительно настолько необычный, это компания Санни, наш российский производитель. Аромат называется Enjoy, красивое сердечко. Данный аромат почему-то у меня вызывал такое ощущение, что здесь находятся термоядерные пачули, которые могут просто убить после первого пшика. Но когда я посмотрела пирамиду, здесь было все-таки указано, что вместо пачули здесь идет нота орхидеи. Все, я поняла, почему этот аромат я очень-очень долго использовала. И когда у меня оставалась капелька, я ее просто не могла доиспользовать. Но когда пришли морозы, когда мне захотелось чего-то согревающего и чего-то такого яркого, то я воспользовалась этим ароматом. И я была потрясена, как он шикарно раскрылся. Это нечто. Вот ароматы этой компании, они действительно очень-очень бюджетные. По-моему, 230 рублей сейчас стоит этот аромат. Но они настолько колоссально стойкие, они уходят в ретро-тематику. И действительно, можно от них настолько круто кайфануть, что от других так кайфануть не получится. Все, пустые баночки я вам показала. Год этот я заканчиваю. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Всем счастья, здоровья. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Всем вам удачи, счастья и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok